Фантасмагорическая дискредитация России. Я понимаю, что можно украсть все. Это так бывает. Я понимаю, что на деньги, на которые можно было озолотить весь Приморский край, включая Тайгу, озолотили части Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, Рублево-Куршевельский федеральный округ, и, может быть, даже какие-то места Китая. Это понятно. В рамках коррупционной экономики это нормально. Но вы знаете, когда значительную часть журналистов, не обслуживающего персонала, а журналистов, которые пишут и создают проблемы, поселили в городе Владивостоке на другом конце чудесного моста, и по этому мосту вместо 15 минут их возили по полтора часа в одну сторону, причем по этому мосту их возили так, что они проезжали по нему трижды в автобусе, потому что там якобы не заасфальтировали какую-то одну развязку. Ну, вы знаете, это катастрофа имиджевая. С другой стороны, когда Путин проводит мероприятие, саммит АТЭС с участием американцев и китайцев, то есть, в общем-то, хозяев будущего мира, и вынужден признать, что это проходит на стройке, то есть катастроф. То есть одно дело провести саммит на стройке, другое дело, когда стройка такого уровня, что приходится признать публично, что мы с вами собрались практически на стройке. Это чем мы тогда занимались все прошлые годы. Я напомню, что когда, значит, был такой эпизод при подготовке Олимпиады в Сочи, когда аэропорт, новый аэропорт Сочи, который был законсервирован в 89-м году, его еще туда не сделали, но приехала комиссия МОК, и нужно было изобразить, что он работает. Тогда он говорит, приземляется аэропорт из Франкфурта, и бежит толпа людей с чемоданами. Приземляется самолет из Нью-Йорка, и бежит толпа людей с теми же самыми чемоданами. Люди были другие, потому что массовку за деньги нанимали. А чемоданам реквизит был тот же самый, решили сэкономить. Внимание, внимание, вылетает самолет на Москву, и бежит третья толпа людей опять с этими самыми чемоданами. Один очень пожилой дипломат в этой МОКовской комиссии, подходит к нашему и говорит, вы только не думайте, что мы позволим вам соскочить. Позволим вам не провести эту Олимпиаду. Здесь это была чудовищная дискредитация, с одной стороны. С другой стороны, на фоне общих разговоров и заявлений о намерениях, которые, может быть, будут выполнены, а может быть, и не будут, но, конечно, хорошо, что мы собираемся построить завод по зажжению природного газа под Владивостоком. С другой стороны, мы его столько времени собираемся построить, что это уже немножко неприлично это повторять. Но, Путин сказал то, что я процитировал близко к тексту, что в мире должно быть много региональных резервных валют. То есть он ввязался в ту войну, которая только начинается, решительно встав на одну из сторон. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я не знаю, хватит у него силы, возможности в этом участвовать или нет. И хватит ли силы, возможности для России участвовать или нет. Но это событие в определенной степени историческое. И для меня этот, ну уж извините за оценочное суждение, идиотский полет со стерхами на дельтаплане просто демонстрация того, что, ребята, вот вы можете про меня что угодно думать, и вы можете меня даже пытаться убить, а я вас не боюсь. Потому что если исключить версию слабоумия, то единственный, так сказать, смысл этого действия, вот такой, ребята, а я вас не боюсь. Потому что дельтаплан, как он правильно сказал, управлять им сложнее, чем истребителем, и падают они значительно чаще, чем истребители. Субтитры создавал DimaTorzok